Всем привет! С вами Аркадий, мы в Черногории. Находимся мы на Будванском побережье, совсем недалеко от Будвы, в Бечече. И я предлагаю сегодня обсудить и посмотреть, чем кормят в Черногории, что едят в Черногории. Мы с вами направляемся в ресторан Старый Храст. Этот ресторан имеет довольно высокий рейтинг, 4.1. И здесь поблизости это самый высокий рейтинг. Цены выше среднего. В дополнение я расскажу вам, что мы покупаем в супермаркете в Черногории, за сколько и готовим дома. Так выглядит ресторан. У них терраса есть прямо около главной дороги, напротив казино. Старый Храст означает старый дуб. И ресторан находится под огромным дубом. Да, меню выглядит как книга старинная. Завтраки 4-5 евро. Омлеты, хот-доги. Омлеты, омлеты, фитнес-завтрак, хлопья. Сэндвичи разные 2,5-3 евро. Холодные закуски, сыры. Мясное ассорти 4-5-6 евро. Оливки 2 евро. Паста, супы. Рыбные блюда. Кальмары, креветки, рыба, осьминоги, мясное ассорти. Ну, горячее где-то от 10 до 45 евро. Шаслуки дешевые по 6 евро. Утрубленный котлет. Курица 10 евро. В общем, такие цены примерно. Пицца от 8 евро. Салаты 6, 4, 3, 12. Ну, вот так выглядят террасы. Очень симпатично. А вот и сам дуб, под которым мы в ресторане. По напиткам решили взять, попробовать местное пиво. Видите, оно у них называется Никшичко. Нам его очень порекомендовали. И как-то незаметно у нас на столе еще одна маленькая книжечка появилась. И оказалось, там сразу уже чек за напитки. 8,50 евро. Да, то есть каждое пиво по 2,30. И еще что-то включено. Но, не знаю, чаевые, возможно, евро 60. В евро 60 стоило картошку. Ну, не знаю. В общем, посмотрим сейчас, разберемся. Оставайтесь с нами. Принесли воду для рук. И принесли хлеб и корзину, которую мы не заказывали. Ну, хлеб обычный абсолютно на вкус, скажем так, кисловатый немножко. Ну, наверное, такой национальный хлеб. Здесь же на улице стоит гриль. Там повар готовит на гриле. Мы заказали овощи, рыбу, кальмары, креветки. Сейчас попробуем рыбный стол. В чеке с пивом почему-то была пробита картошка. То есть она у них идет как бар. Принесли ее вот так в стол на середину. И к ней кетчуп. Кстати, кто любит остренькое, запомните. Кетчуп очень такой, прямо остренький. Интересно, картошку принесли вообще не соленую. Итак, смотрите, рыба. Это орада, дорада. Мы попросили 300 грамм. Не знаю, сколько будет в счете, но килограмм 45 евро. То есть, по идее, должно где-то получиться около 15 евро. И здесь идут овощи, салат зеленый, картофель. Королевские креветки в чесноке. 4 штуки в панцире. Вот для этого, собственно, и приносили воду, чтобы мыть руки. И тоже здесь картофель вареный, салат, лимон. Все блюда с лимоном. На третьей тарелке у меня кальмары вот такие небольшие. 6-7 кальмаров даже. Они должны быть фаршированы креветкой. И тоже идут с картофелем и салатом. Кальмары пожарены идеально. Очень мягкие. Внутри то, что должно было быть креветками, там рис с чем-то. Да, то есть, ну, будем надеяться, что с креветками. Салат с оливковым маслом. Ничего не соленое. И очень много чеснока. То есть, прям чеснок, ну, сильный-сильный вкус, даже горчит. Вот, а под картофелем еще нашелся шпинат тушеный. Но тоже без соли такой, без ничего. Принесли овощи на гриле. Порция, ну, просто потрясающая. Баклажаны, лук, болгарский перец. В общем, посмотрим, попробуем. Грибы здесь есть. Кабачок еще все идеально пожарено. Ничто нигде не подгорело. Баклажаны в овощи положили больше всего. Но он и самый вкусный, наверное. И еще кабачок вкусный. Как-то много чеков нам посчитали. На самом деле, мы все проверили. И все вышло правильно. И тут он прибавил 67,50. У нас получилось на троих три горячих. Еще плюс печеные овощи и картофель фри. Три пива. Хлеб бесплатно. И к каждому горячему гарнир тоже был бесплатно. Поскольку десерт в ресторане мы не заказывали. И уже дома, в квартире, я хочу познакомить вас с черногорским десертом, который мы купили в магазине. К сожалению, неизвестно его название. Поскольку здесь вот только название бренда. Но стоимость 3 евро 60 центов за 500 грамм. Давайте попробуем из чего он. Я бы сказал так, что это такой пирожок из нескольких коржей. С грецким орехом. Пропитан, но он каким-то повидлом. Чуть-чуть кисловатым. Возможно, яблочным просто. Или сливовым. Похоже чем-то на пахлаву. Но тесто не слоеное. А такое пропитанное. Я бы сказал, влажное. И продавался он в холодильнике. То есть его нужно хранить в холодильнике. В ресторан Старый Храст мы решили вернуться еще раз. Заказали вино, салат греческий. И попробовали мясные блюда. Так как местные. Все говорят, что рыбный стол в Черногории не такой, как интересный. Не настолько интересный, как мясной. И мясные блюда, конечно, нам понравились гораздо больше. Они мастера гриля. Опять же, овощи на гриле. Великолепно просто прожарено мясо. Единственный недостаток, наверное, то, что в основном используется свинина. Очень мало используется курица. Попробовали в этот раз местные сыры. Вот такой вариант сыра в оливковом масле. И еще второй вариант. Это вот сыр. Он больше, знаете, имеет как вкус сливки, сметана смешана с сыром. Такой спред. То есть спредом это можно назвать. Порадовало, конечно, меню в целом. Особенно перевод названий некоторых блюд на русский язык. Как, например, соус-дрессинг переводят как туалетный. То есть как переодеваться, как туалет. Либо индейка-турки переводят как Турция. Но стоит сказать, что мясной стол получается раза в два дешевле, чем рыбные блюда. И, кстати говоря, вино разливное домашнее. Очень даже приличное в Черногории. Второй шанс даем этому никшишку пиву. Поскольку на экскурсии сказали, что это лучшее черногорское пиво. Так как это единственное черногорское пиво. Но здесь оно в бутылках. На яхте больше ничего не продают из пива. И 2,70 стоит 0,5 бутылка в евро. И еще я хотел рассказать про воду, которая называется Князь Милош. Это вода с газом. То есть если вы видите вот такие бутылки, то это газированная вода. Маленькая стоит 1 евро полулитровая, а 2-х литровая евро 80. Немножко солоноватая по вкусу. На экскурсии в городе Тиват зашли в ресторанчик местный. Специально отошли подальше от центра города. Здесь в ресторане нам опять принесли князь Милош. Вот эту воду минеральную с газом. Взяли горячее. Здесь получается мясо. Опять же свинина под сливочным соусом. Сверху прошут, то есть местный хамон. Это венский шницель. Довольно популярное блюдо. Курица под сливочным соусом. Все с овощами гриль, либо картофелем фри. И на десерт взяли вот такой блин. Классический вариант. Они идут с нутеллой внутри. Но вообще можно с разными начинками найти. Счет на троих. Получилось без спиртного. То есть вода, 3 горячих. И один десерт, 35 евро. Вот такое туристическое место. Место немного вдали от центра города, куда приходят яхты. Но все же не дешево. Вообще надо сказать, что есть и дешевые места. Например, отель у нас рядом был с нашими апартаментами. Там были завтраки 4 евро. Ужин 5 евро из 4 блюд. Но конечно же мы готовили и на месте. Вот такой супермаркет мега был не так далеко. Так, давайте посмотрим, что мы купили в супермаркете. У нас получилось примерно на 19 евро. Сыр нарезка. Но мы постарались брать все местное. Поэтому еще пока не знаем, хороший сыр или нет. Мы купили айвар. Это местная закуска. Типа кабачковой баклажанной икры. Даже, наверное, скорее. Мы в этот раз взяли майлд. То есть не такую острую, как в прошлый раз. Попробуем майонез полимарк. Обычный, не обезжиренный. Кетчуп тоже взяли немного. Много замороженные овощи. Свежий лук. Здесь у нас уже салатик почти готов. Два помидора на эту сумму у нас получилось. Огурец. Такие сосиски небольшие по 90 центов упаковки. Тут всего 4 штуки. Ну, поэтому мы взяли 2. По 200 грамм. Это сосиски. Видите, халал на них надпись. То есть они единственные, наверное, нежирные. Поскольку 99% всего мяса на прилавках это свинина. Но свинину мы, конечно, тоже взяли. Это национальное блюдо пршут. То есть это типа хамона, но черногорский хамон. И мы взяли курицу. Можно было взять целую курицу. К сожалению, свежей не было. Только замороженная. Можно было по 3,80 за килограмм. А только ножки 3,90 за килограмм. Ножки такие маленькие. Будем надеяться, что не очень жирные. Их получится нормально пожарить. И вот такой стол у нас получился на примерно 19 евро. Так, майонез евро 0,5. Значит, ветчина вот эта пршут 3,46 за 175 грамм. Так, сосиски маленькие были совсем по 90 центов. Там 4 сосиски, напоминаю, в упаковке. Что у нас? Айвар евро 50. Лук зеленый 22 цента. 12 центов огурец 69 евро центов. Помидоры. Сыр 150 грамм всего 3 евро. Дорогой сыр, наверное, самый получился из всех продуктов. Кетчуп 90 центов. Остальное мне здесь сложно уже понять. Но, в общем-то, там цены 1-2 евро на все. Арбуз мы взяли на улице. Он стоил примерно 3,5 евро целый арбуз. Не очень вкусный, оказался водянистый. Но для лета такое освежающее, ничего. В общем-то, можно себя побаловать. В первый день мы купили перцы и фарш. Сделали такие фаршированные перцы. Получилось и первое, и второе. Очень удобно. Я помню, что около 7 евро стоил килограмм фарша. Я уверен, что это была свинина. Я не могу прочесть свинина-говядина. Но здесь почти все свинина. И перцы для тушения. Вот такие зеленые свежие перцы. Они стоили 70 центов килограмм. Вот такой легкий майонез взяли в первый день. Но невкусный этот легкий майонез. Даже совсем невкусный. Этот айвар очень острый. Видите, написано лютый. Но не всем, наверное, подойдет. Хотя я уже съел полбанки за 3 дня. Я такое люблю. На улице здесь активно продают домашние вины. Вот смотрите. Три вида вина. Одно сладкое виноградное. Одно сухое виноградное мы взяли попробовать. И одно ежевичное. Цена на вот такую литровую бутылочку от 4 до 6 евро. Вот. И еще я хочу вам рассказать про вино в коробке. Оно здесь продается македонское. Есть маленькие коробки по литру. Ну как маленькие. По литру. Есть вот такие двухлитровые. Вот эта коробка стоит 4 евро. Там 4 с чем-то может быть. Не смейтесь, что вино мы покупаем в пластиковых коробках. Дело в том, что когда я его брал, я не знал, есть ли у меня с собой нож, есть ли штопор. Поэтому я решил взять вот такой с откручивающейся крышкой. К сожалению, в бутылках с откручивающимися крышками не было. Поэтому если вы едете и не знаете, будет ли у вас штопор, то не берите вино с пробками обычными. Ну штопор мы в итоге нашли, поскольку мы снимаем этот такой апарт-отель, штопор здесь был, к счастью. Курица такая мелкая, я не знаю, что это за ножки, может голубь какой-то даже затрудняюсь теперь сказать. На пачке мы не прочтем, это точно не переведем. Так, смотрите, вот такое мороженое, 900 миллилитров, 4 разных вкуса, 3 евро 30 центов. Мороженое очень вкусное, не сильно сладкое. Вот коричневых два вида, одно кофейное, одно шоколадное. Вот это вот розовенькое, это не клубничное, а вишневое, ну и соответственно пломбир. Еще пару позиций по алкоголю к нашей коллекции. Это наконец-то нашлось купить местное вино, красное, сделанное в Подгорице. И оно стоит за один литр, получилось у нас 2,40, да, то есть 2 евро 40 центов за литр красного домашнего вина местного. А вот шампанское удалось купить приличное, только французское. И шампанское стоит 13,50. То есть вот так вот получается по ценам. В этом же супермаркете, в Меге, можно взять вот такие сырые котлеты, их при вас пожарят. Если их было 3, изначально 3, котлеты огромных обошлись, примерно 5,5 евро. Мясо очень ароматное, конечно же свинина, это видно даже, но вкуснятина обалдеть. Все, друзья, не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Будет еще много видео про Черногорию, про жилье, пляжи, экскурсии. Ну и, конечно, вы найдете много видео на нашем канале про другие страны. Всего вам доброго, друзья. Если это видео было полезно, ставьте лайк. Пока! Пока!